Была принята программа в городе по строительству автостанции на въезде в город Житомир. Просьба сейчас не перебивайте, потом зададите все вопросы, я вам отвечу и так далее. Для чего это было сделано? Для того, чтобы разгрузить центр города от пригородных маршруток, которые идут на Житни, которые там бабушки едут, продают свою продукцию на Житни, базаре и так далее. Правильная там идея, нормальная это, потому что все маршрутки идут в центр города и пересекаются с маршрутами трамвайн-троллейбусного управления и так далее. То есть такие автостанции были запланированы четыре. Первая автостанция – это на Корбутовке в районе Динамо. Вторая автостанция – это на Смолянке в районе площади Смолянской. Третья автостанция – это железнодорожный вокзал, возле железнодорожного вокзала. И четвертая автостанция – на Крошник. Ни по одному из этих объектов не подписаны, не были никакие договора, ни одного договора не было подписано. Почему? Потому что с потенциальными инвесторами, теми людьми, которые готовы были строить автостанции, была следующая договоренность. Первое. Подписывается меморандум с областными перевозчиками. Мы его уже подготовили, провели с областью все переговоры, они уже готовы его подписать. Второе. После этого должен был пройти конкурс на определение инвесторов по этим автостанциям. Что такое автостанция? Автостанция – это площадь помещения примерно 70-80 квадратных метров, место накрытия для стоянки автобусов, и туалет, монтированный стационарный туалет, для того, чтобы там и диспетчеры, и те люди, которые работают, могли пользоваться туалетом. Все. Я вам покажу, я показывал там уже вашей рабочей группе, представителям, которые были вчера, которые приходили в кабинет, они все видели эти проекты. Что здесь произошло? Директор коммунального предприятия подписал договор. Честно говоря, ну, архитектура, да, выдала технические условия. Произошло, как произошло. Сейчас мы будем это все отменять, отматывать обратно. На данный момент подали они одну декларацию, эта декларация была отменена. Сейчас они подали вторую декларацию на начало строительства. Я сегодня говорил с начальником, с исполняющим обязанности начальника областного управления, ну, ДАПКО, а эта декларация приостановлена. В понедельник мы договорились с ней, с вашими юристами, с представителями, мы к ней приезжаем со всеми документами и принимаем решение по этой декларации. То есть сегодня я с ней договорился, что на понедельник мы все вместе приезжаем с аргументами, для того, чтобы не отменить эту декларацию, ну, не дать эту декларацию. То есть, поэтому строительства здесь не будет. Вы честно говорите? Ну, смотрите, я, ну, в понедельник подъедем, вы все узнаете, ваши представители будут, ну, получите подтверждение моих слов. Следующий момент. Сегодня рабочая группа должна определить цели. Мы сейчас не говорим вообще о строительстве каких-либо торговых центров, там, торговых рядов и так далее. Об этом мы вообще не говорим. Автостанции. Вот, мы теперь должны поговорить по автостанции. Автостанция нужна или не нужна? Не нужна. Смотрите, слушайте, слушайте, послушайте. Поэтому была создана рабочая группа, которая должна определить, нужна автостанция или не нужна. Нет, нет. Послушайте. Значит, уже скажем. Автостанция будет, и на Тилькин, и на Тилькин, и на Тилькин, и на Тилькин. Если рабочая группа примет решение, что автостанция не нужна, это решение будет вынесено на рассмотрение сессии. Будет отменена передача этого земельного участка на коммунальное предприятие благоустройства, и будет рассмотрен другой земельный участок под выделение под автостанцию. Это может быть или... Я только что был на конечной троллейбе, и так далее, и так далее. Вот на троллейбе. Вот там Хаим. На Киевске, на Базаре. Там есть автостанция. Там есть автостанция. А тут там Хаим. Там есть автостанция. Продолжение следует...